Здравствуйте, мои дорогие зрители! Сегодня я хочу рассказать вам еще об одном бальзаме. Это бальзам номер один из серии Здоровье Фаберлик. Бальзам, который содержит шиповник и череду. Он повышает иммунитет, укрепляет иммунитет, повышает работоспособность и помогает снизить нервное напряжение. В настоящее время это очень актуально. Зимой это особенно востребовано. Для того, чтобы вести активный образ жизни, нужно быть в хорошем состоянии. И вот этот бальзам как раз и направлен на решение подобного рода проблем для повышения витаминизации организма, ну и вообще для хорошего просто самочувствия. Шиповник с давних времен известен как общеукрепляющий, повышающий сопротивление организма, природный антиоксидант. И помимо витамина С, которого в нем на самом деле очень много, он еще содержит более 100 полезных веществ. А трава череды издревле использовалась для улучшения пищеварения, для нормализации обмена веществ и как антиаллергическое средство. Если полностью перечислить, что входит в состав этого бальзама, это сахар-песок, это вода, концентрированный яблочный сок, экстракт лепестков суданской розы, плоды шиповника, трава череды, также добавлены листья крапивы двудомной, сушеные яблоки, корица. В качестве регулятора тислотности является лимонная тислота, есть небольшое количество поваренной соли и аскорбиновая тислота, которая является антиотислителем, поскольку соти не должны разлагаться. Ну и если говорить о том, как применяется этот продукт, как остальные из этой серии, только если первый бальзам отмеряется столовыми ложками, здесь опять же присутствует дозировка в чайных ложках, и 1-2 чайных ложки, то есть 5-10 мл, добавляется в чай, воду или в любой другой негорячий напиток, чтобы не распадались витамины, и применяется от 1 до 3 раз в день по мере необходимости. Каждый бальзам имеет свой цвет, разведу я сейчас вот в таком небольшом количестве воды, это 100 мл, и хочу показать, что представляет собой этот бальзам, какого цвета он будет, в каком, в таком фоне. Они представляют собой сиропы, вот такого красивого, но другого красного цвета, не слишком медленно, наверное, будет. Так, ну сейчас добавляю воду. Так как здесь есть сахар, он утяжеляет, делает такой более тягучим, но цвет не настолько яркий, что ли, он такой слегка коричневатый получается. Давайте-ка еще одну ложечку добавлю, чтобы цвет был более выразительным, тем более, что мороз у нас 35 градусов, а сейчас собираемся на улицу, вот еще одну ложку добавила, добавила, но в отличие от других, где стаканчиков, где я тут также по ложечке добавляла, вы видите, что здесь цвет менее яркий, немножечко иной цвет, здесь была только одна чайная ложечка, это была черника и эхиноцея пурпурная, но здесь по цвету и видно, что более окрашенные, что ли, травы и растения принимают участие в нем, и вот то, что было с солодкой, солодкой и чабрецом. Теперь, после добавления второй ложки, напиток стал достаточно таким сладким, вообще очень приятные к употреблению, повышают на самом деле и настроение, и если, не дай бог, вы заболели, то как морсы, как вот такие средства, которые помогают в выведении токсинов из организма, когда пить приходится очень много, вот я бы настоятельно рекомендовала использовать подобного рода концентраты, потому что на самом деле очень такое стоящее средство, ну, правда, и стоящее тоже немало, но тем не менее, когда речь идет о нашем здоровье, это, наверное, единственное, где не следует экономить, а по максимуму использовать те средства, которые дает сама природа. Спасибо за внимание, всего вам доброго, желаю только крепкого-крепкого здоровья.